Социальная ответственность бизнеса – это священный долг или способ закрыть дыры, на которые не хватает бюджетных денег? А может это вынужденная компенсация неэффективной социальной политики власти? Эти непростые вопросы обсудили члены областного интеллектуального клуба. Как выяснила Елена Бондаренко, мнения участников жаркой дискуссии разделились. Так в какой же роли выступает бизнес по отношению к социальным проектам? Благодетель, партнер или все-таки должник? Отрываем билет! Садимся! Пристёгиваемся! Щёлк! Короткая экскурсия по парку Котофей, как затравка для непростого разговора. Это и есть живой пример тех самых социальных проектов бизнеса, что и выбранный темой заседания интеллектуального клуба. Площадка неформальная, но представительство высокое – глава региона и бизнес-элита высшей пробы. А потому с первых минут губернатор поворачивает тему в практическое русло. И с цифрами в руках, подсчитывая объём создаваемого в регионе капитала, как дважды два доказывает – прибыль бизнеса практически равна общему фонду оплаты труда наёмных работников. А когда разрыв в доходах нарастает – жди беды. Россия без сплочённого монолитного общества существовать не может. Или она дезинтегрируется, распадётся, или её что-то должно сплачивать. Сегодня Россию сплачивает что? Внешняя угроза. Но это не на то. Если мы хотим, чтобы Россия что-то сплачивала на длительное время, на вечное время, только справедливое распределение добавлено продуктов. Сознательностью отдельных бизнесменов не спасёшься, подключается к дискуссии почётный гость – ректор Питерского аграрного университета. Как в старом советском анекдоте, тут систему менять надо. Судный процент – вот корень зла и причина инфляции. Пушкин подтвердит. Бесёнок, под себя поджав своё копыто, крутил ростовщика у адского огня. Горячий капал жир в копчёное корыто и лопал на огне печёный ростовщик. А я поведай мне, всей казни что сокрыто. Вергилий мне, мой сын, всей казни смысл велик. Всегда стяжание, имев одно в предмете, жир должников сосал сей злой старик. И их крутил безжалостно на вашем свете. Вот в образах Пушкина – это не старик, а это глобальное социальное явление, которое не позволяет нашему бизнесу эффективно решать социальные задачи. А бизнес, на мой взгляд, понимает, что он, если их не будет решать, то своих детей не укроешь потом. Ни за бронёй лимузина, ни за трёхметровым забором всё равно достанут. В Белгородской области примеров социальной ответственности бизнеса больше, чем в любой другой. Храмы и парки, благотворительные фонды, льготные кредиты для многодетных семей. Культурные проекты – от выставки из фондов Пушкинского музея до органного зала в филармонии – тоже за счёт предпринимательского сообщества. Оно готово делиться прибылью, но взамен ждёт от власти партнёрских отношений. Вместе, подчёркиваю, они так, как нам периодически разъясняют. Мы там решили, а ты давай деньги сюда. Мы сами найдём, как потратить и ленточку разрезать. Не годится. Тут же, прямо в ходе заседания, с посыла губернатора рождается ещё один социальный проект. Строительство дорог на селе за счёт добровольного взноса бизнеса с каждого килограмма мяса и гектара пашни, пока конъюнктура рынка позволяет. Белгородское предпринимательское сообщество вздыхает, но соглашается, потому что понимает – принцип «делиться надо» – в такой стране, как Россия, всегда была сновополагающим и лучшим лекарством от революции.